Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс. В студии Анна Соловей и коротко о главном к этому часу. В Беларуси стартовал осенний призыв. Порядка 1300 человек Гроднищины отправятся служить в армию. До 15 ноября белорусам нужно успеть уплатить имущественные налоги. Какова процедура и что нужно делать, если извещение не пришло? Сезон печного отопления принес с собой 8 десятков огненных ЧП. Причины разные, но все они касаются правил безопасности. Которые не всегда соблюдаются. Более двух десятков людей потерялись в этом сезоне в лесу. Это в 4 раза больше, чем в прошлом. Виной всему богатый урожай грибов. Белорусский космос. Неизведанные просторы Вселенной показывают в новом замке. Молодое пополнение в рядах белорусской армии. Дисциплинированность и желание изучать военное дело. Это то, что объединяет сегодняшних призывников. От Груднинской области в вооруженные силы страны поступят порядка 1300 человек. В первом эшелоне самые крепкие призывники элитных войск и воинских соединений. Подробнее расскажет Алена Зотова. Утро Артема Власенко было слегка волнительным. Ведь сегодня тот самый день, когда он отправляется в армию. Он осознает и понимает, что это последняя встреча с родными и близкими ему людьми, которых он может обнять и рассказать что-то важное. Чтобы пополнить ряды вооруженных сил, Артем заранее изучил вопрос и общался с представителями военной части. Иду служить в роту Почетного караула при Минской военной комендатуре. Настроен очень хорошо, положительно. Волнения нет. Служба будет длиться полтора года. Целым все. Дарья Храпицкая, мама Артема, точно знает, насколько важно мужчине пройти школу жизни в армии. Но еще, не расставшись, уже мечтает о встрече с ним. Как любая мама, я очень волнуюсь сейчас. Может быть, немножко меньше, чем другие мамы. Потому что знаю, понимаю и самое главное, чувствую, что у ребенка все будет хорошо, у моего сына. Надеюсь на самое лучшее. Волнение. Волнение, какое-то переживание, гордость. Потому что сын будет служить в роту Почетного караула. И вот это осознание того, что я его буду видеть многократно на парадах, на каких-то торжественных мероприятиях, мне греет душу. Слова напутствия молодому пополнению прозвучали на территории Гродинского областного сборного пункта военного комиссариата. Приглашены родители, военно-патриотические классы, учащиеся школ, которые в последующем станут такими же ребятами, которые встанут в строй и сменят их через 2-3 года. Это дает максимально положительный результат, когда родители дают наказ своим сыновьям достойно служить, выполнять все те задачи, которые возложены. Патриотическое воспитание нашей молодежи особенно важно сейчас. Практически в каждой школе сегодня созданы военно-патриотические классы, где во время учебы ребята узнают обучие армейского уклада жизни, а большинство выпускников таких классов уже осознанно идут в армию и остаются на контракт, либо поступают в военное учебное заведение. Это юноши, которые с желанием и с хорошим настроением идут исполнять свой гражданский и конституционный долг. Хочу отметить, что, наверное, всегда так было и, наверное, останется так. Работа, которую проводят местные исполнительные распорядительные органы, представители военных комиссариатов, предприятия, организации наших городов, наших районов, ну и, конечно же, родители, учебное заведение, они дают свои результаты. И хочу отметить, что юноши, которые призывались весной, которые призываются сейчас, уже на голову выше. Выше в идеологической подготовке, выше в своем убеждении. И самое главное, что выбор делают они сами. И они готовы стать на защиту нашей страны. И вот как сегодня быть направленным в часть, пройти курс молодого бойца и наравне со всеми уже теми юношами, которые проходят срочную службу, стать в один строй и стать защитниками своей страны, своего народа. Осенний призыв граждан Гродничины в воинские части продлится до 15 ноября. Новобранцы пройдут курс начальной военной подготовки, изучат строевые приемы, правила обращения с оружием и освоят прочие армейские навыки. Вернутся самостоятельными и взрослыми мужчинами. Алена Зотова, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. До середины ноября белорусам нужно успеть уплатить имущественные налоги – транспортные, земельные и на недвижимость. По истечении этого срока будут начислены пени и могут быть применены меры административной ответственности. Об этом напоминают в профильном ведомстве. Так, на 1 сентября в инспекции Министерства по Октябрьскому району Гродно на учете состоят 120 482 плательщика, которые вносят единый имущественный платеж и арендную плату за пользование земельными участками. Чтобы упростить эту процедуру, в Беларуси введен новый порядок уплаты единого имущественного налога. Он действует с 1 января этого года и производится единым платежом на один бюджетный счет по адресу регистрации. Основанием служит письмо от налогового органа. Извещение на уплату налога по почте придет каждому плательщику не позднее 1 октября 2024 года. В личный кабинет плательщика извещения уже направлены. Срок уплаты налогов не позднее 15 ноября 2024 года. Произвести уплату можно любым для плательщика способом. С помощью системы ЕРИП по коду платежа или QR-коду, указанных в извещениях налогового органа. А также в отделениях банков, почтовых отделениях, через сервис личный кабинет плательщика. Если извещение не пришло, следует зарегистрировать личный кабинет на портале налоговых органов и сформировать извещение, обратиться к специалистам и получить его копию. А также просмотреть начисление налогов в ЕРИП, «Меню налоги» по учетному номеру плательщика. Более двух десятков людей потерялись в этом сезоне в лесу. Виной всему богатый урожай грибов. Любители тихой охоты так увлечены сбором, что многие забывают об осторожности и уходят на много километров чаще, откуда выбраться обратно своими силами становится проблематично. Пик сезона сбора грибов приходится как раз на период середины осени. В это время количество и богатство видов превосходит все предыдущие месяцы. Однако погоня за лесным богатством не всегда заканчивается хорошо, в особенности, если речь идет о пожилых людях. В силу своего преклонного возраста они чаще всего теряются в лесах. К тому же некоторые просто забывают сообщить близким о своих планах, когда отправляются за грибами. Спасатели и правоохранители на сообщения о потерявшихся в лесу реагируют оперативно, ведь с каждым часом шансы найти человека в целости и сохранности уменьшаются. К поискам подключаются также спасатели, кинологи и группы взаимодействия, которые расширяют зону поиска. Ежегодно в лесах Гродинской области пропадают люди. В этом году на территории нашего региона потерялось 24 человека, что фактически в 4 раза больше по сравнению с 23-м годом. Люди уходят в лес за грибами и ягодами, теряются в пространстве. И самое главное уже одеваться не в камуфляжную одежду, а в более яркую, чтобы бросалась глаза, потому что человека в камуфляже, в лесистой местности, можно и не заметить из 3 метров. И плюс ко всему уже, если вы поняли, что потерялись, то оставайтесь на месте, потому что, как правило, люди, когда теряются, они начинают паниковать и уходят еще глубже в лес, что усложняет поиски человека. И также хотелось бы уже обратиться к родственникам граждан. Если вы понимаете, что кто-то из ваших близких потерялся при походе в лес, то не стоит ожидать каких-то 3 дня, которые бытуют в обществе мнение, что нужно подождать именно этот промежуток времени, а сразу сообщить об этом в правоохранительные органы. Ведь чем раньше начнутся поиски, тем больше вероятность на положительный исход. Перед походом в лес рекомендуется выбирать удобную и непромокаемую одежду. Обязательно при себе иметь яркий элемент – кепку или платок. Не стоит забывать и о таких вещах, как вода, минимальный набор лекарственных препаратов, нож и спички. Кроме того, стоит заранее убедиться, что батарея телефона достаточно заряжена. Именно гаджеты помогли в двух случаях найти заблудившихся в лесу людей в этом сезоне. За 9 месяцев этого года в Гродненской области из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печного отопления произошло 80 пожаров, что на 10 больше в сравнении с прошлым годом. Статистика говорит не в пользу людей, которые проживают в частных домах. Все чаще они забывают о собственной безопасности и полагаются на привычку или случай. Проверка печного отопления ежегодно начинается уже с конца августа, когда температура воздуха начинает значительно снижаться. Этот год не стал исключением, тем более количество пожаров в домах с печным отоплением бьет статистику прошлого года. Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Как показывает статистика, среди основных причин это нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Нередко виновниками подобных происшествий становятся пожилые люди, кто в силу возраста и физических особенностей не может самостоятельно побеспокоиться о собственной безопасности. Если у вас не пуст родительский дом, то самое время оказать им посильную помощь, чтобы привести жилье родителей в пожаробезопасное состояние. Уделите внимание печному отоплению, а также при необходимости проверьте исправность электропроводки. Если же вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации, вызывайте спасателей по номерам 101 или 112. Из главных советов топить печь рекомендуется 2-3 раза в день не более полутора часов, чтобы избежать перекала. Топку необходимо закончить примерно за 2 часа до сна, чтобы дрова успели перегореть и можно было закрыть дымоход. Также не следует использовать для растопки горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Пожар всегда случается неожиданно и лучше предупредить его лишней осмотрительностью, чем разбираться с его последствиями. Нередко итог таких происшествий не только сгоревшее жильем, но и гибель людей. Так, в регионе за 9 месяцев произошло 511 пожаров, на которых погибли 35 человек. Миллион цветов появится в Гродно в следующем году. Об этом сообщили на предприятии Гродно-Зеленстрой. Это в два раза больше, чем высадили в этом сезоне. Тем временем в городе продолжается подготовка к зиме. На прошлой неделе убрали живую изгородь на Старом мосту и галерею на мосту через Городничанку в парке Жилибера. Сейчас сотрудники профильного предприятия приступили к работе во дворах многоэтажек, скверах и других парках нашего города. Кустарники убирают после первых заморозков. Но горожан и гости города остаются радовать в клумбах цветы цинерария, что значит пепельная. Предположительно, к следующему месяцу весь Гродно будет готов к зиме. Мы разработали новые проекты на миллион цветов. Практически все они уже утверждены городсполкомом. Но единственное, пока еще нужно точное утверждение, когда мы будем готовить, потому что это очень большие объемы, увеличить вдвое практически количество цветников в городе. Погрузиться в неизведанные просторы Вселенной, насладиться детализацией картин и увидеть иллюстрации звезд можно на выставке «Белорусский космос». Она проходит в новом замке. Безбрежное пространство, наполненное тайными и чудесами, всегда манит человечество своей загадочностью. Это источник вдохновения для исследователей, писателей и художников, предлагающий им новые идеи для открытий произведений и картин. Глеб Отчик автор выставки. Свою первую работу о космосе написал еще в юности, когда, как и многие, мечтал стать космонавтом. Художник предоставил работы, написанные в разных стилях пейзаж, натюрморт и абстрактные композиции. Что послужило, наверное, это любовь к родной земле. И когда я сопоставил вот ту красоту, вот эти узоры на окне замерзшем, это вот когда первая изморость на земле, это корни деревьев, это кора, это в принципе тот же космос, только земной и небесный. Поэтому я тут провожу параллель между нашим земной жизнью и вот тем, что над нами и не делаю разрыва, потому что мы те же люди, те же творцы и оно все взаимодействует вот в одной среде. Это моя авторская техника, которая представлена, которую недавно мы выставляли в сентябре в Национальном художном музее Пекина, она покорила китайцев, поэтому часть работ из этой экспозиции я решил представить. Они сами сказали, что у вас космические работы, поэтому вот здесь у меня как раз симбиоз такого более-менее абстрактно-реалистического космоса и космоса, который представлен в работах моих натюрмортах, пейзажах и других творческих. Окунуться в космические просторы можно ежедневно с 10.00 до 18.00 вечера в сенаторском зале Нового замка. Выставка представлена до 24 ноября. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Агродно+. Академия